Пожарные сирены Если взять статистику, значит он наиболее сложно подбирается тушению. Почему? Потому что горение горючей жидкости. И в районе эти объекты находятся на особо важном контроле. Подобная ситуация отрабатывается по всем поселкам Ямальского района. Задачи перед службами жизнеобеспечения стоят разные. Но действовать они должны слаженно, не нарушая общий план действий. По вводной во время проведения работ возле емкости произошел взрыв и дальнейшее распространение пожара. При этом трое людей пострадали в разной степени. Им была своевременно оказана помощь прибывшими медиками. В учениях было задействовано несколько служб различного назначения. От их слаженного взаимодействия зависит жизнь и безопасность граждан в условиях реальной чрезвычайной ситуации. По предварительной оценке, все действия были произведены оперативно и качественно. За всем происходящим наблюдал первый заместитель начальника Главного управления ГОИЧС России по ИНАО Дмитрий Александров, который на неделе прибыл в Ярселе с рабочим визитом. В его присутствии позже, уже в здании отряда противопожарной службы, лучшим бойцам были вручены почетные медали МЧС России в честь празднования и юбилея службы. Восемь человек в присутствии коллег получили заслуженную награду и теплое поздравление. Одним из таких награжденных стал начальник караула номер один Григорий Кух. Свою службу он несет ответственно и не боится трудностей. Хотя куда без них. Самое сложное это, когда не вовремя сообщается команда о выезде и вот у нас происходят такие неприятные последствия. А так, в принципе, мы как-то уже привыкли к этой работе. Екатерина Махова, Владимир Беленко. Специально для программы «Люди. События. Факты». Ярсире.